Мы сейчас переходим срочно на Сергея Мажаева, Петергов. Все, в путь! Здравствуйте! Итак, тема моей сегодняшней лекции – где искать сведения о населенных пунктах и их владельцах. Лекция отнесена к категории «Классический поиск». Это действительно так. Отправился с вами в XIX век. И эти сведения, о которых я расскажу, в принципе, они пригодны для поиска любого сословия российских педей тех времен. Но в основном, в принципе, просто я буду идти больше по деревням и по их владельцам, поэтому это применимо к крестьянам, а также к теми, кто именем владел, помещикам, представителям дворянского сословия. Хотя, в принципе, это не является прямой, я не буду рассматривать прямые генеалогические источники, а просто вот такие вспомогательные вещи. В принципе, это материалы такие, для начинающих. Смотрим дальше, значит, где мы будем искать эти сведения. Во-первых, списки населенных мест, это вот просто база основ-основ. Потом сведения о помещичьих имениях, военно-статистическое обозрение. Это все вообще печатные издания. Затем пройдемся по описям фонда 577 РГИ, о котором я рассказывал в своей лекции на первых обсутствие. И посмотрим ревизские сказки еще. Что мы оттуда можем вытянуть. Значит, все это доступно в прямом, в открытом доступе есть в интернете, но, правда, кроме ревизских сказок. Тут уж кому как повезет. Мне лично повезло, потому что, ну, я интересуюсь Тверской, у меня есть две веточки по Тверской губернии, и в Тверском архиве работали мормоны, и все, что они там в сирийске нафоткали, они выложили на своем сайте FamilySearch. Так, начнем вот с этого, списка населенных мест. Это прямо вот основа основ, такой источник, из которого, ну, если у вас крестьяне, это первое место, куда надо смотреть, чтобы понять, что за крестьяне. Помещичи, государственные или удельные. Эти издания, они издавались статистическим комитетом МВД, где-то вот с 61 по 85 год, хотя в основном все, в основном, были изданы в 60-х годах. Да вообще время такое богатое на различные, различные издания, вот эти 50-60-х годы. Всего было издано 42 выпуска, хотя последний номер, значит, 65, просто там есть лапуны, не во всем губернии, к сожалению, есть эти издания. Где их найти? Вот на сайте государственной публичной исторической библиотеки, шпл.ру, вот это вот с нее, конечно, сильно уменьшено. Также можно найти на сайте метрик стиль ДВС, в разделе справочники скачать, вот это там готово, в виде PDF, там, например. И, значит, эти списки, мы пойдем прямо внутрь такого документа и посмотрим, как это устроено. Вот списки населенных мест по Тверской губернии. Содержание, сначала введение, общие сведения, потом по алфавиту, только за исключением первого Тверского, за главный уезда, идут по алфавиту все уезды. Ну, сразу переходим, куда-нибудь вон внутрь. Смотрим. Вначале идут города. Все населенные пункты, включая города, вот начиная с Твери, пронумерированные, то есть сквозная номерация по всему документу, от единицы, и до, вот если пролистать в самый конец, там мы увидим самый последний номер, по-моему, там 11700 с чем-то, то есть это общее количество населенных пунктов можно иметь во всей губернии. Ну, и сведения, которые по ним даются, название, где он находится, положение привязанное к рекам, или же, если, ну, точнее, что-то, что-то про водные, водные источники, река, озеро, ручей, или колодец. Вот такие сведения. Здесь дается, ну, расстояние для больших городов, здесь от Санкт-Петербурга, от Москвы, а по уездам идет расстояние от уездных центров. Число домов, число жителей. Вот интересные сведения, даже когда я сюда посмотрел, я был очень удивлен, что в Твери в то время было меньше 30000, то есть, по сути, маленький город, но это был губернский центр. Ну, дальше начинаются уезды. Рассмотрим сразу на примере, какие сведения тут есть. Вот идут деревни, вот это вот номера населенных пунктов, и у деревни написано, какие они. Здесь деревня удельная, 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 удельная. Значит, принадлежат удельному ведомству, то есть принадлежат, в общем, фамилии Романовых, операторской фамилии. Дальше идут владельческие, тут же рядышком. Деревни, деревни, вот село С владельческое. В селе, видите, в примечаниях написано, что есть церковь. Значит, владельческие, принадлежащие каким-то помещикам. Дальше идет, например, Погост, это не деревня, не село, это отдельно стоящее такое небольшое поселение, в котором есть церковь, и в котором несколько домов, где живут священные церковные служители со своими семьями. То есть там крестьянные, это вывод, чисто вот так. об особенных посылах с церковью. Дальше начались казенные, государственные крестьяне, государственные деревни. И вот так далее, далее, в общем, по всем моим уездам так. Если, ну, опять же, число дворов в деревнях, есть деревни большие, есть деревни маленькие, есть такие вот в сторону, очень большие. И количество жителей мужского пола, женского пола. Есть, например, вот такие записи, встречаются вот на эту деревню Прудова. Это деревня и владельческая, и одновременно банковское имение. Ну, напополам, как-то, видимо, там делилось. Можно посмотреть, например, монастырь. Вот здесь Нило-Соломинский монастырь, известный монастырь на берегу озера Селегир. Вот здесь перечислено, как отдельное селение. Здесь, видите, числа дворов нету. Указано число только мужского пола. Ну, там были тут мужчины, это мужской монастырь. Видимо, это вся монашеская братья. Количество 131 человека. Ну, сказано, что там 6 церквей православных и одна ярмарка. Здесь, кроме ярмарков и церквей, указались там заводы, учебные заведения, станции, пристани и подобного рода сведения. Значит, далее давайте перейдем к следующему. Так, на самом деле, да, вот что здесь я хочу сказать, не только важны вот эти списки на селегных местах, потому что есть информация вот внутри по конкретным делям, но надо смотреть введение, общие сведения в губернии. Это очень там богато на различную информацию вот эти сведения. Там в каждом списке на своих местах есть карта губернии, географическое описание, там рельеф, примат, почвы, все такое. В историческом очерке, например, по Тверской губернии перечислено селение, которое упоминается в документах 15-16 веков. Посмотрите. Может быть, там будут ваши деревни. Также монастыри, заводы, там этнографический очерк, интересная штука. Или даже среднее число дворов в деревнях и селах указано. Мне вот по Тверской было интересно, что в Ржевском и Осташковском уезде, в самые западные уезды, там среднее количество дворов в деревнях 6. Там деревни много, но они были маленькие. И объяснено, почему так, потому что в свое время они входили в Смоленское княжество и были, значит, принадлежали Литве. Соответственно, вот под этим литовским влиянием там сложилась такая система. Много небольших, обособленных деревень. И вот то, что еще было интересно по Тверской, там написано, что почти все государственные крестьяне губернии до 99% таких крестьян в XIX веке, в XVIII веке приезжали к числу экономических, то есть те, которые еще до этого были в духовном ведомстве. То есть они были в духовном ведомстве монастырскими крестьяне. Потом в 1764 год это секуляризация церковных земель Екатерина II. И потом, значит, переходят это все, приходят они в категорию экономических, а уже сейчас, в середине XIX века, они считаются государством. И кроме того, в Тверской перечислены номера карельских селений, где проживают карелы, которые заселились сюда еще в начале XVII века. Бежали из Северного Приладжа от шведского владычества. Там прямо вот несколько десятков этих селений перечислено. Если смотреть эти села прямо внутри по уезду в списках, там таких сведений нет. Это именно в общих сведениях в начале документов. Вот эти общие сведения, там, точнее, не общие сведения, а вот здесь такой небольшой словарик объяснения различных именований. Вот это, в принципе, прямо основа основ, которую нужно знать, когда изучаешь там деревенскую и сельскую местность. Что такое деревня, что такое село. Село – это деревня, где есть церковь. Сельцо – это деревня, где проживает помещик вместе со своими дворами. Если помещик живет отдельно, то это называется усадьба и так далее. В общем, вот здесь прямо база вот в этих конкретных списках по Тверской губернии. Скажем, если посмотреть, например, списки населённых мест Архангельской губернии, здесь просто такой мини-словарь на нескольких страницах. Очень подробный такой словарь местных топографических терминов. Далее, значит, идём. Следующий источник – это сведения о помещичьих имениях. Это, на самом деле, ну, полное название – приложение к трудам редакционных комиссий для составления положения христиан, находящих из скрипасной зависимости. И в эти издания вошли как бы излечения из описаний, собиравшихся по всем губерниям. Излечения только по тем имения, у которых больше ста душ. Ну, от ста душ и выше. Об этом важно помнить. Столько крупные имения. Издались они все в 1860 году. Значит, в четырёх томах было описано 28 великороссийских губерний. То есть, не включена Украина, Белорусска, Белорусска, и на восток там, крайне, это Оренбургская и Уфинская губерния. В пятом томе были выводы, и такие краткие выжимки из этих описаний. То есть, в том томе, все-таки, дополнения там вышли по Украине, по современной территории Украины, Белоруссии или Литвы. Ну, как тогда это называлось там, мовороссийские, малороссийские губернии, белорусские и... Как это? Литовские. По-моему, так и называлось. Я тоже не помню. Там, значит, номера, имени, названия, владельцев и деревень. Сел, сел, деревень. Число крепостных людей, число дворов. Но самое интересное, это сведения, которые идут в конце. Повинности, которые крестьяне несут. По каждой деревне были свои повинности. И примечания все. мы идем прямо сразу в один из таких... Так, извините. в один из таких документов помещих имений, четвертый дом. Посмотрим, в общем, сразу, опять же, старецкий уезд, которым я занимаюсь. И вот здесь видно, видно фамилию, значит, ну, не написал, фамилию помещика, название деревень есть. Но вот здесь так дается название заглавной деревни и к ней еще приписка. Четыре деревни приложены. Это не везде так. Даже по Тверской губернии есть уезды, в которых полно просто перечислено там все. Вся деревня списком. Ну, вот, например, вот так. Видите, так, подробный список по помещику. Ну, по Старевскому почему-то, ну, не знаю. Видимо, клянились с халтурой или что. Вот такие сведения. Ну, в принципе, здесь можно догадаться о том, какие здесь конкретные деревни, обратившись еще к другим источникам, например, к ревистским сказкам. Ну, это чуть позднее. Давайте, смотрите, посмотрим сведения о том, какие здесь повинности несли крестьяне. Ну, например, просто подробно так написано. Возка навоза, дают подводы, дожжева там. Опять же, возят навоз, убирают, в каком-то поле Шануном, пировом поле, две подводы до города джева. Есть, наверное, такие записи интересные, что кто-то там дает вот здесь вот грибы помещику носит. 15 белых грибов. Вот такие подробности. Я не знаю, где в другом месте, в каком-то другом источнике можно такое найти. Так, ну, возвращаясь назад, смотрите, как мы расшифровать вот эти недостающие, как найти вот эти недостающие деревни. Есть у нас, допустим, Головины, у них село Арсеньево с четырьмя деревнями, сельцо Харитонова с тремя, село Иваново с четырьмя. Здесь можно обратиться дальше к следующему источнику, это ревизский сказка. Тут у нас ревизская сказка последняя, десятая ревизия 1858 года. И на заглавной странице ревизской сказки, которую подал помещик, вот опять Федор Гаврилович Головин, перечисленные село Арсеньево и деревни, дальше все 11 деревень, прямо с куба, списком. А дальше сельцо Харитонова и село Ивановское. Но потом, если прориснуть дальше, на следующие ревизы, то когда уже пошла сама ревизская сказка, вот здесь уже появляется структура в этом описании. Сказано село Арсеньево и пять деревень, Казанское, Сущего, Коптево и Двихина, Грижно. Дальше сельцо Харитонова и еще две деревни, деревни Орлова, Сельчин, село Ивановское и дальше деревни Подсосинье, Максимово, Титово и Бранково. Возвращаясь назад в сведения о помещих имениях, мы видим здесь, что сказано, Арсеньево с четырьмя деревнями, Харитонова с сельцо с тремя, но здесь у нас Арсеньево с пятью, по факту, Харитонова с двумя. То есть, просто мне кажется, что здесь ошибки, я должен быть не четыре и три, а пять и два. И вот здесь такой простой пример поиска одной деревни. Я составляю такой небольшой реестр вообще деревен владельческих пост-старецких. И вот я не мог найти никак вот эту деревню Казанскую, которая здесь есть. В списке населенных мест нету такой деревни в принципе в старецком езде. Я потом обратился к карте старецкого уезда 1890 года. Начал искать рядом с этим Арсеньево, какой-то Казанская, но Казанского нету. Нашел вот эту деревню, видите, Тимушкина в скобках Новоказанка. Ну, тут я подумал, давайте пойдем логическим путем. В 1958 году она называлась Казанская, а в 1990 году называется Новоказанка. В принципе, нелогично. То есть, время прошло, а к ней появилась приставка новая. Странно. Пытался искать дальше. Потом обратился другой, предыдущей ревизии 50-го года. Это вот так, кстати, в начале ревизии идет алхавит по помещикам. На всякий случай, кто не знает, напоминаю. В принципе, конечно, по ревизии, как они устроены целиком, я не буду рассказывать этой темой для отдельной лекции. Здесь просто главное, что нам нужно, это вот здесь на заглавной странице фамилии помещика и мусульман книгой, который он владеет. Так вот, здесь, вот здесь, значит, сила Арсеньева и при нем деревня Новоказанская. Дальше уже знакомы, Сущего, Новоказанского, Спихина. Новоказанская, это уже ближе, это уже похоже на Новоказанске. Действительно, дальше просто я пролистал внутрь ревизской сказки, прошло сила Арсеньева и дальше вот я что увидел, здесь написано деревня Новоказанская, Тимошкино тоже. Соответственно, здесь у меня уже не остается сомнений, что это та самая деревня Тимошкино, Новоказанка. Ну, по факту, там, по сравнению с там, там, крестьян, Казанская, Новоказанская, которые жили, это именно та деревня. Так, еще что хочу сказать, возвращаясь назад к спискам населенных мест, это как они ориентированы по как там упорядочены все населенные пункты. Это очень странно, многие с привычки жалуются, там они перечисляются по дорогам. То есть, они привязаны к большим, большим, ну, даже не большим, в основном, к разным дорогам, которые проходят через уезд. и, соответственно, если посмотреть по карте, то могут быть сильно раскиданы там деревни, которые находятся рядом. Вот, например, вот это вот у нас идет перечисление населенных пунктов, которые находятся по правой стороне торговой дороги. Начинается с деревни Руссобина. Вот она, это Руссобина, а заканчивается деревней Шептуны. Посмотрим по карте, вот от Руссобина мы идем по правой стороне этой дороги, вот так вот идем по этой дороге, вот она, и состоится в Осташках. И вот эти Шептуны вот здесь. А потом уже пойдем по левой стороне дороги, и вот здесь встретим деревни, которые вот здесь совсем рядом с тем Руссобином. Вот здесь, вот это Сергино, которая здесь, Сергиевка. Ну, просто к такой системе надо привыкнуть. И даже мой совет начинающим пользователям, исследователям, вы даже запоминаете название вот этих дорог, на которых лежали деревни ваших предков. Эти люди ходили по этим дорогам, ходили на соседние ярмарки, ходили там в уездные центры, там куда-то на заработки. И вы будете знать, что они ходили не просто по дороге, а по Старшковской торговой дороге. Все-таки это кое-что. Так, дальше. Привески и сказки, ну, в принципе, по ним уже прошлись, я рассказал, как их можно использовать. Следующий пункт, это описи вот того самого фонда главного учреждения Министерства финансов, фонд 577, другие. Как я говорил уже в своей предыдущей лекции, это очень хорошо структурированный фонд, здесь каждая губерния выделена в отдельную опись. Сейчас с вами пойдем прямо на сайт и посмотрим опись 41 подвергской губернии. Все заголовки из этого фонда, все заголовки дел, все описи, они внесены в поисковую систему полностью, можно искать в поисковую систему, она хорошо работает, энергия, кстати, сейчас в период карантина они ускорили, очень ускорили, она сейчас просто летает. Заходим внутрь, ну, тут смотрим содержание, собственно, по уездам, по алфавиту, и давайте сразу пойдем куда-нибудь в Мупер, в Жжевский уезд. Там мы увидим идут фамилии землеводельцев и деревни, про которые это выкупное делось. Фамилии в родительном подъезде, потому что это полное название, дело о выкупе у такого, да, крестьян, крестьянами деревни такой-то. Вот они идут, значит, по фамилиям, по фамилиям. Мне просто удобнее смотреть так, вот когда один уезд изучаешь, проще смотреть так, чем поисковые системы. Конечно, кому надо там поискать по всему фонду, то ищите, пожалуйста, поисковые системы. Ну, здесь вот различные, просто прямо как на ладони все землевладельцы уезда. Есть простые люди, есть там князья, князья, гагарин, ну, простые люди, простые дворяне, хочу сказать. Не простые люди, просто дворяне. Значит, приближаясь к концу Жевского уезда, можно подумать, что мы все, дошли до буквы Я, все просмотрели, но нет, дальше в конце еще дополнительные дела, это те дела, где несколько владельцев с различными фамилиями в деревне. Вот такая вот история. Их меньше, но вот они тут есть, и очень интересно даже смотреть, например, такой пример, здесь одно деревне, бедные деревни Боярские, владеют шесть каких-то Чаплина, и еще семь человек с различными фамилиями. Как они там, как у них так получилось? Ну, видимо, долго делили, долго владели, у кого-то дети выходили замуж, там им давалась другая фамилия, теперь вот эти 13 человек на одну бедную деревню. Я надеюсь, у деревни хотя бы было там 12 домов, как минимум. В конце, вот еще, такие интересные сведения, есть деревни, которые принадлежат странно приемному дому московскому, графу Шереметьеву. Это известный факт, что у Шереметьевых, у ее очень известной фамилии, был в Москве странно приемный дом, и на этот дом было оформлено большое количество деревень в Ржевском уезде. Мы даже, если вот пойдем обратно в списки населенных мест, то увидим их там. Прямо там большой список. Вот. На несколько страниц, вот эти деревни приписаны к странно приемному в Москве графу Шереметьеву дом. И если мы заглянем в сведения о помещих имениях, то здесь есть эти сведения о владении графа Шереметьева тоже. Вот. Видите, 245 деревень. В них, это только мужского укола, 7188, то есть, в общем, можно сказать, у них в целом там 14-15 тысяч владений крестьян. Возвращаемся опять на сайт, ну, собственно, что-то возвращаться, в целом все понятно. Смотрите, это тоже вполне себе источник. Дальше, возвращаясь к презентации, возвращаясь к презентации, вот здесь вот я из различных этих источников в себе выделил сведения, смотрите, о деревнях, принадлежавших некой Анне Дмитриевне Дероберти. В ревельской сказке, это сам последняя ревельская сказка, в 58-м году, сказано, что у нее три деревни, точнее, Сельсо Дмитриевская, деревня Клюконюква и Масло. То же самое три в сведениях о помещих имениях, но в описи фонда 577-4, правда, эти дела уже составлялись позже, видите, в 1885-й год, и две деревни уже принадлежат ее сыну, Дероберти Сергею Валентиновичу, здесь на самом деле, ошибка, где-то зону буквы были отрицаны. И также в списке их населенных мест, тоже четыре деревни, вот эти мы все находим, просто штука в том, что эта деревня, Митина, на самом деле, Сергина называется, она образовалась как раз в 57-м году, вот это очень интересный факт, потому что ревельская сказка, составленная, на самом деле, в декабре 57-го, она про эту новую деревню Сергина, ничего не говорит, но в исповеденных ведомостях в 57-м году там сказано, вот почему-то в 57-м году священник, который писал исповеденные ведомости, внес сведения о этой деревне, а Анна Дмитриевна Дероберти, ее доверенное лицо, которое подавало эту ревельскую сказку, почему-то не внесли. Интересный факт, но не знаю, почему, я просто сейчас сижу, потираю руки, в данное время, я потихоньку скачал все нужные мне материалы, с Крым, есть, в общем, по этим деревьям и буду постепенно заниматься тем, что называется генеалогическая реконструкция. Так, теперь у меня последний источник, времени, к сожалению, мало остается, но вот это очень интересный источник военно-статистическое обновление в российском империи. Казалось бы, это скучное название, там военно-статистическое, но там очень интересные сведения. Военные собирали сведения, в принципе, их интересовало все, и они обо всем подробно, дотошно смотрели, собирали сведения. Я сейчас буквально быстро покажу, что там можно найти конкретно по конкретным населенным пунктам. Вот, видите, здесь в описании рек сказано, какие наиболее примечательные мельницы стояли на этой реке. Мельницы, названные по названию деревень. Потом сказано, какие плоты, где были переправы, какие плоты там были, какой образ подъемности, опять же, в каких деревнях. тут описание леса, казалось бы, что такое описание леса, но сказано, где, какой самый приличный, ухоженный, самый большой лес, какие деревни, как за ним смотрят, где-то там имена помещиков, где-то без помещиков. Железные дороги все перечислены, там различные дороги, там, ну, шоссе между Петербургом и Москвой, это опять же, шоссе губерния, дороги почтовые, военные, какие там еще, торговые дороги, деревянные промыслы, там, где написано про добычу леса, сказано, в каких деревнях крестьяне изготавливали там колеса, в каких деревнях деревянную посуду, здесь, конечно, немного, но все-таки, вот видите, деревянная посуда в бабине, колеса и телеги в Малогине, ярмарки, это вообще что-то удивительное, вот здесь на одной странице все ярмарки из Таевского уезда, еще, что меня удивило, в конце сказано, где живут государственные крестьяне, вот так, ну, вот конкретно там концентрированные места, где именно много, видимо, государственных крестьян, в каких уездах, в каких властях, а где удельные, удельных тут меньше, но они тоже есть, видите, сельские приказы усилия христиан, и последнее, что я хочу показать из этого очень интересного издания, это вот такая таблица, прям, каждому любителю генеалогии, такой классической, 19, ну, 19-й, там, начало, саду века, видите, все прямо сословия того времени, где, точнее, не где, сколько, ну, по уездам, где, сколько, какое количество их нах, это очень интересно, можно посмотреть, например, что купцов первой гильдии было больше всего в, вот здесь, в Вышневолокском гильдии, ну, Вышневолочок, это центр торговой системы, водный, видимо, там были вот такие крупные гильдии, сосредоточенные. Сергей, все, мы можем прервать. Да. Наверное, что я Вас подрезал, сейчас уже полностью будет читать. Стем, сделайте скриншот вот этого последнего, кому надо этого, очень полезный слайд. Ну, все, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо Сергею.